Сегодня я покажу вам 5 упражнений на растяжку, которые необходимо делать каждый день. С помощью этих упражнений мы сможем поддерживать нормальный объем движения в суставах, а это значит, что мы не допустим образования артрозов, то есть разрушения хрящей в суставах. Обязательно досмотрите это видео до конца, и я вам покажу одно очень классное упражнение для тазобедренного сустава, которое я сам делаю каждый день. Итак, первое упражнение. Мы растягиваем мышцы, поясницы и ягодичные области. Для этого мы берем две коленочки руками. Отлично. И на вдохе коленками выталкиваем ножки наверх, руками сопротивляемся, удерживаем это положение. На выдохе подтягиваем ножки к себе. Отлично. И опять. Это упражнение делаем 5 раз, и когда толкаем ноги наверх, в конце задерживаем 10 секунд. Мышцы в пояснице являются очень крупными, и их спазм очень сильно ограничивает движения в мелких суставах позвоночника. И с их расслабления мы и начнем. Переходим ко второму упражнению. Поднимаем ножку наверх прямую, берем за бедро уже, сзади, да, под коленку, и тянем полностью, насколько возможно, колено к груди. При этом, когда мы доводим колено до максимума к груди и стараемся его прижать, мы фиксируем это положение примерно на 10 секунд обязательно. Будет растягиваться задняя поверхность мышц бедра и ягодичной области. Это способствует тому, что в точках крепления очень часто мышцы болят. Называется это энтезопатия, то есть воспаление сухожилий мышц. И для того, чтобы этого избежать, нам необходимо создавать там микродвижения, которые усиливают микроциркуляцию и не допускают образования воспалительных процессов в области крепления мышц к костям. И повторяем второй ногой самостоятельно. Еще раз подтягиваем колено максимально близко к груди, фиксируем положение, чувствуем натяжение мышц задней поверхности бедра и ягодичной области. Держим положение 10 секунд и меняем ножку. Каждой ножкой делаем по 5 повторений. Теперь переходим к грудному отделу позвоночника. Встаем на четвереньки, на кушеточку и из этого положения одной ручкой заводим вначале максимально вниз с разворотом грудного отдела и потом выводим ручку наверх опять с разворотом в грудном отделе, вот сюда. И удерживаем это положение. И опять вниз к ножке, фиксируем 10 секунд. И возвращаемся наверх, смотрим на ладошку на свою и фиксируемся 10 секунд. Стараемся максимально растянуть мышцы грудного и поясничного отдела позвоночника. Здесь работает полностью вся спина, включая шейный отдел. То есть голова смотрит наверх, растягиваются мышцы с одной стороны шеи. Когда мы делаем уже другой рукой, давай попробуем другой рукой сделать. Фиксируем. Можно даже вот сюда к коленочке идти. И разворачиваемся наверх. Очень хорошо. Смотрим на ладошку вверх, держим 10 секунд и возвращаемся назад. Каждой рукой делаем по 5 раз и в конце делаем задержку по 10 секунд. В каждом положении. Итак, четвертое упражнение. Одной ножкой мы шагаем в сторону и ручкой растягиваем всю боковую поверхность. Левое плечо тянется вниз. То есть здесь мы растягиваем все межреберные мышцы. Фактически вся боковая фасция растягивается. Это приведет к тому, что межреберные мышцы будут работать лучше. Вдох, соответственно, грудной клетки будет более полный. И, как следствие, наши клетки будут получать больше кислорода. Делаем в другую сторону. Необходимо чувствовать натяжение всей боковой поверхности. Если натяжение пропадает, уходим еще ниже. Держим это положение 20 секунд. И после этого возвращаемся и делаем в другую сторону. Повторяем его уже опять на другую сторону. Противоположной ножкой шагаем и растягиваемся. На каждую сторону делаем по 5 повторений. И в завершении я вам покажу одно упражнение, которое я делаю каждый день сам. Его мне показали в Штатах, когда я проходил стажировку. Итак, ложимся на бок ко мне спиной. Ручку ставим под ухо. Отлично. Эту ножку берем за носок рукой, подтягиваем бедро. А второе бедро, вторую ножку ставим на бедро. И стараемся ногой надавить себе на колено. То есть, создаем натяжение, во-первых, на фасции, которая очень часто болит. И эти мышцы, они крепятся в области поясничного отдела. И вторая часть, которая у нас тянется, это передняя группа мышц бедра. То есть, мы сразу же создаем растяжение нескольких крупных мышц. Вот это положение удерживаем 10 секунд, отпускаем и повторяем то же самое на другом боку. Делаем это упражнение по три раза на каждую сторону. В этом упражнении нужно обратить внимание на то, что коленка максимально смотрит вниз. То есть, мы стараемся ее положить. И другой ногой прям давим себе на бедро нижней ноги. Кстати, эти упражнения лучше всего делать утром, когда вы только проснулись. По нескольким причинам. Во-первых, после сна мышцы лучше тянутся. Потом вы стимулируете улучшение кровообращения и быстрее проснетесь. Потому что очень часто люди чувствуют скованность после сна. И еще один очень важный момент. Когда мы просыпаемся, у нас происходит выброс кортизола. То есть, для того, чтобы организм быстрее проснулся. И вот эти упражнения, сразу же, когда мы проснулись и начинаем их делать, они стимулируют лучший выброс кортизола. А это очень позитивно влияет на все здоровье в целом. С вами был Сергей Блин. Подписывайтесь на мой канал. Канал о том, что нужно делать со своими позвоночниками и безуставами, для того, чтобы оставаться здоровым и активным долгие годы.